В МВД по Карачаевой Черкесии состоялась пресс-конференция. На ней рассказали о результатах деятельности ведомства за первое полугодие этого года. Отголоски Великой Отечественной сотрудники Росгвардии уничтожили обнаруженный в Карачаевой Черкесии боеприпас немецкого производства. Злостные неплательщики города, судебные приставы Карачаевой Черкесии провели рейдовое мероприятие с помощью системы дорожных пристав. Золотые медали нашей республики привезли спортсмены-армрестлеры. Региональный турнир, посвященный Дню физкультурника, проходил в Ставрополе. В МВД по Карачаевой Черкесии состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о результатах деятельности ведомства за первое полугодие 2024 года. В мероприятии участвовали представители различных подразделений МВД Республики. Вопросы, которые были освещены на пресс-конференции, касались оперативной обстановки в Карачаевой Черкесии, мер, принимаемых по противодействию преступности, охраны общественного порядка, расследования преступлений миграционных процессов, безопасности дорожного движения. Проблема преступлений, совершаемых дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, так называемого телефонного мошенничества, вызвал особый интерес на пресс-конференции у журналистов. Я хочу отметить, что основным и главным фактором, негативно влияющим на оперативную обстановку, продолжают оказывать так называемые IT или киберпреступления, доля которых по итогам 6 месяцев этого года составила 42% от всех совершенных преступлений, а их рост продолжается уже составил 61%. Что касается тяжких, особо тяжких составов этих же преступлений, то их доля составила более 55%. То есть, фактически, каждое второе совершенное тяжкое, особо тяжкое преступление в нашей республике относится к так называемым киберпреступлениям. В Карачаевой Черкесии бывший начальник эмиграционного контроля регионального МВД подозревается в получении взятки за регистрацию мигрантов. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Карачаевой Черкесии в отношении бывшего начальника эмиграционного контроля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей получения взятки в крупном размере. Следственными органами по Карачаевой Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника эмиграционного контроля регионального Министерства внутренних дел за получение взятки в крупном размере. По данным следствия, в феврале 2017 года подозреваемый предложил своему знакомому за денежное вознаграждение оказывать содействие в оформлении эмиграционных документов для иностранных граждан. Получив согласие мужчины, фигурант в период времени с 2018 по 2022 годы, используя свое служебное положение, за взятку в сумме более 500 тысяч рублей незаконно оформил эмиграционный документ для девяти иностранных граждан. В настоящее время подозреваемый задержан. Ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователи продолжают сборы и закрепления доказательствами базы. Местный житель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствием и судом установлено, что с декабря 2023 года осужденный, будучи незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не имея навыков, должного опыта и необходимой квалификации, оказывал населению туристические услуги по перевозке пассажиров на технически неисправном автомобиле, не оснащенном зимними шинами, с повреждением тормозной системы и другими нарушениями. 5 января текущего года фигурант передвигался по горной местности, перевозил группы туристов в составе 7 человек из поселков Дамбай к нарзанным источникам Джамагатского ущелья на указанном неисправном транспортном средстве. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля во враг. В результате этого все пассажиры получили травмы различной степени тяжести, в том числе одному туристу причинен тяжкий вред здоровью. Приговором суда виновный осужден к условному лишению свободы. Сотрудники Росгвардии уничтожили обнаруженный в Карачаево-Черкесии боеприпас времен Великой Отечественной войны на вертолетной площадке в поселке Дамбай. Об опасной находке правоохранителям сообщили строители. Прибывшие на место росгвардейцы идентифицировали предмет как артиллерийский снаряд немецкого производства времен Великой Отечественной войны. В соблюдении всех мер предосторожности боеприпас был вывезен на безопасное расстояние и уничтожен накладным зарядом. Судебные приставы Карачаево-Черкесии провели в региональной столице рейдовое мероприятие, направленное на выявление злостых неплательщиков по различным видам долговых обязательств. Несколько десятков человек, попадающих под данную категорию, удалось обнаружить с помощью системы дорожный пристав. Подробности в репортаже Артура Махце. Последний человек, которого управляли по базе данных, или моего фамилию, вышла его задолженность. То есть на сегодняшний день какая задолженность у него есть. Представитель Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии рассказывает о базе данных ведомства, в которой числятся в основном злостные неплательщики штрафов и других видов задолженностей. Видеокамера фиксирует авто человека, за которым числится минимум 60-дневная просрочка. Информация передается по рации коллегам из службы судебных приставов. И при содействии автоинспекторов транспортное средство останавливается у обочины. Дорожный пристав позволяет в транспортном потоке по номерам автомобилей выявлять должников. Совместные рейдовые мероприятия показали свою высокую результативность. Комплекс, используя телекамеру, установленную на дороге, в автоматическом режиме проверяет все проезжающие автомашины по базе данных Федеральной службы судебных приставов. В результате проведенных рейдовых мероприятий в течение дня удалось обнаружить более 40 должников, своевременно не погрестивших имеющуюся задолженность. В базе должников наибольшее представительство у нарушителей правил дорожного движения. Впрочем, есть и немало уклонистов от оплаты алиментов, налогов, а также за использованные ресурсы. Все эти люди ранее проигнорировали добровольный 60-дневный срок. Если должник не оплачивает установленный добровольный срок, уже попадает к нам на принудительное исполнение и мы уже исполняем постановление ГИБДД. Какие способы оплаты у них есть? У них есть возможность оплатить как на месте. У нас установлен терминал для оплаты задолженности. Могут и там оплатить, могут и он выдать кританцию, и могут онлайн через свой Сбербанк онлайн оплатить. Также могут через свои госуслуги. Судебные приставы рекомендуют жителям республики своевременно оплачивать штрафы и иные долговые обязательства, чтобы не оказаться в базе ведомства и не попасть в неприятную ситуацию, связанную с наложением ареста на имущество. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. В первом полугодии 2024 года более 100 семей в Карачаево-Черкесии материнский капитал направили на обучение детей, сообщают в социальном фонде республики. Средства маткапитала могут быть использованы на оплату образования любого ребенка в семье. После рождения ребенка средства материнского капитала можно направить на оплату детского сада или обучение подошкольным программам. Распорядиться материнским капиталом на оплату основного, дополнительного или высшего образования можно после достижения ребенком, на которого получен сертификат трех лет. Можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождение автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность. Кроме того, маткапитал разрешается использовать на обучение у частных преподавателей присмотр уния, не работающий в качестве индивидуального предпринимателя. В таких случаях также обязательно наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить жилищное помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения. Последний месяц лета одни стремятся к морю, другие совершат экскурсии по местным достопримечательностям, которых в Карачаево-Черкесии очень много. Тукинские озера – один из любимых маршрутов туристов. Почему? Расскажет Али Баташев. Специальной подготовки не требуется. До точки назначения всего 5,5 километров, говорит надпись на указателе. Долина Малой Дуки, где расположены озера, очень живописна в любое время года. Само слово «дука» переводится как «хребет». Дукинское урочище расположено на территории Архыского комплексного заказника. Первозданная природа манит туристов из всех уголков страны. Семья Насыровых приехали сюда из Астрахани. Ставим палатки, отдыхаем дикарями, выходим на трек походы дневные, готовим детей, проходит крещение огнем, все получается. Мне больше понравилось, что вчера мы ходили еще на рыбку в озеро. Так хорошо было все. Активный семейный отдых – это заряд бодрости и незабываемых впечатлений. И зимой, и летом, утверждает мама. Зима по-своему прекрасна, лето по-своему. Летом больше пеших. Вот мы любим пешие маршруты именно проходить зимой. Да, здесь сказка. Действительно сказка. Зимняя сказка. Желаю всем посетить здесь, побывать. Горы прекрасны в любое время. По дороге можно сделать привал, напиться прохладной и чистой воды из горной речки и дальше в путь. Хорошо, если рядом будет тот, кто знает, куда идти. Перед нами гора сказка Артыза. У подножия этой горы находится озеро сказка. И с этого озера идет каскад водопада. По правую сторону идет перевал. И за перевалом уже находятся основные Аркасарские озера. То есть нижняя Аркасара и верхняя Аркасара. После перевала открывается величественная панорама гор, у подножия которых лежит снег. Самое малое озеро, которое встречается на пути, это Рыбка. Его форма напоминает силуэт рыбы. С июля по август здесь собираются десятки туристов. Следующее по набору высоты и первое перевечение среди озер – Аркасарская. Расположено на уровне 2500 метров. Имеет овальную форму. Его полностью окружают горы, потому здесь тихо и безветренно. Чуть меньше по размерам озера сказка Кавказа. Вода во всех водоемах поражает своей чистотой и прозрачностью. За последние 15 лет Валентина Устеменко из Волгоградской области приезжает сюда каждый год. Каждый раз приезжаю, наслаждаюсь красотой, набираюсь энергии. Хватает на год. А в следующее лето опять я здесь. В июле-август идеальное время для похода к Дукинским озерам. Продолжительность похода, подъем и спуск могут занять весь день. Но впечатления от увиденного останутся на всю жизнь, говорят туристы. Али Баташев, Ольга Савенко, Биха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. Воспитанники именитой спортсменки и тренера по армрестлингу Беллы Бачаевой привезли золотые медали регионального турнира, посвященного Дню физкультурника, прошедшего в Ставрополе. С тренером и юными спортсменами встретилась Белла Джозаева. Здравствуйте, Белла. Здравствуйте, ребята. Мы в последнее время с тобой часто встречаемся, потому что совершенно недавно ты сама стала победителем престижного турнира, а теперь твои воспитанники стали обладателями золотых медалей, первых мест. Мне бы хотелось узнать, что это был за турнир и довольна ли ты тем, как твои ученики и воспитанники выступили. Здравствуйте, Белла. Я, конечно, осознавала то, что ребята поедут, выступят достойно, но что они одержат победу в своих весовых категориях, конечно же, я на это не рассчитывала. Соревнования были в городе Ставрополь, Ставропольские открытые краевые соревнования, посвященные Дню физкультурника, где в своих весовых категориях Эльканов Карим весовой категории 65+, Тамбьев Денислам весовой категории до 60 кг, Солиз Гачьяев весовой категории 90 кг одержали победу. Я, конечно, очень горжусь своими учениками, я очень рада за их результаты, но, учитывая то, что они занимаются совсем мало времени, я, конечно, не ожидала. Но эти ребята систематически посещают секцию, старательные ребята, в них есть все те качества, которые должны быть у молодых спортсменов для того, чтобы вот так выезжать и достойно выступать на всероссийских и вообще различных соревнованиях. Денислам, расскажи, пожалуйста, как для тебя лично прошли эти соревнования? Вот эти соревнования самые крупные в твоей спортивной карьере, с кем ты боролся, как вообще все прошло, и какие у тебя были ощущения, когда у тебя было первое место? Да, первое соревнование, на которое я поехал вообще. И сразу золотая медаль. Финальный бой самый сложный был у тебя? Мне кажется, второй самый сложный все-таки был. Да? Как ты себя настраивал? В основном тренер как-то подсказывал, настраивал, да, скажем так. В самом первой садке был мандраж, но потом уже этот мандраж ушел, и было нормально. Расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься этим видом спорта? Где-то пять месяцев. А чем нравится? Вот с детства мне нравится. Почему? Борьба на руках. С детства нравилось и будет нравиться. А как ты пришел в этот спорт? Я как-то, не знаю, в школе постоянно как-то там брался на руках что-то, и потом мне спорт понравился этот, ну и решил записаться так. Скажи, пожалуйста, как тренироваться у девушки-тренера? Необычно, но... Нравится? Да, все хорошо. У тебя как складываются отношения с девушкой-тренером? Нормально. С самого начала было нормально. Она вас побеждает? Ну, давно не брались. А какой она тренер? Хороший. Строгий? Нет. Не строгий, довольно приятный тренер. Мне вообще какой-то строгости нету. Обычный хороший тренер. О каких спортивных высотах ты мечтаешь? На Россию поехать, Россию забрать. Готовитесь? Будем готовиться. А ты? Наверное, на мир готовиться хочу. А какие у вас кумиры спортивные есть? Кто нравится? Не, черкасов Алик. Нравится. В последнее время. Это армрестлер? А тебе? Максим Витаров. Скорее всего. А чем нравится? Его техника? Ну, как личность, да, техника тоже хорошая. А вот занятия спортом вам в жизни, в учебе как-то помогают? Да. Дисциплина хорошая. Сейчас куда готовитесь? В настоящее время я со своими учениками готовимся на республику, на первенство республики. Это будет отбор на СКФО. И вот усиленно занимаемся в настоящее время, так скажем. Несмотря на то, что лето, межсезонье, хотим выиграть в своих весовых категориях. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Ребята, я желаю вам новых побед, новых успехов. Ваш путь в спорте только начинается. И пусть впереди будут только победы. Спасибо вам. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью министра культуры Карачаева-Черкесии Зораба Гербова. Продолжение следует...